Пока что то, что ты видишь, это примерно то, о чем ты говорил, когда имел ввиду плавный переход. Я, если честно, не знаю, как себя называть, я думаю, что это не имеет абсолютно никакого значения. Ну, барбар, хейрдрессер, херстилист, мастер по укладке волос. Хотя мне больше нравится мастер по созданию образов и силуэта. Наверное, как парикмахер. Я, если честно, я всегда путался в этих названиях. Это так же, как у меня в дипломе написано парикмахер-стилист третьего разряда, четвертого. Парикмахер-стилист международного уровня. В Академии Долорос мне сказали, что я мастер-стилист пятого, нет, парикмахер-стилист пятого разряда. Что это значит, я до сих пор не понимаю, не знаю и, наверное, мне не очень интересно. Я закончил школу эстетики и красоты апрель на Вишняковском рынке. Там, где котят продают, вот соседняя дверь, это образовательный центр. Да, и мы выходили прямо вот в зоорынок. Я получил базу здесь. А вечерняя школа, я просто заканчивал учиться. У нас же обязательно получить 11 классов образования и сдать экзамен. Я получил 11 классов образования и сдал экзамен. У меня была сверхзадача обеспечить семью. Потому что как-то так случилось, что отец у меня заболел раком. И я знал, что однажды мне придется взять на себя ответственность за содержание семьи. Поэтому выбор профессии лег на ту, которая будет приносить доход в любом случае. И это будет так называемый живой доход. Поэтому мотивации, которая была у меня, не желаю никому. Наверное, да, наверное. Именно поэтому я и выбрал парикмахера. Потому что это действительно живая работа, всегда будут деньги. На хлеб хватит всегда. Я в 11-м году получил диплом. В сентябре 11-го года я начал работать. В сентябре 16-го было 5 лет. Меня абсолютно не интересует, что люди думают о моей профессии. Абсолютно. Также меня не интересует, что обо мне думают другие парикмахеры. Когда-то это было важно. Сейчас я понимаю, что у всех свое видение. Они до сих пор пытаются меня убедить в том, что, ой, поработаешь еще 5 лет, надоест. Пойдешь выучишься и будешь работать, как все нормальные люди. Я отношусь к таким монологам с месхождением. Просто люблю, что работаю. Я делаю то, что мне нравится. Я работаю на себя. Хочу, работаю. Хочу, не работаю. Да, наверное, это больше хобби. Я развиваюсь в том направлении, которое доставляет мне удовольствие. Если бы мне не нравилось, я бы здесь не задержался. Да, это возвращает нас к тому, что высшее образование не необходимо, потому что, если получаешь от него никакого удовольствия, то смысла у него никакого. В последнее время я уменьшил количество рабочих часов почти в 2 раза. В один момент я решил, что моя работа не стоит того, чтобы ломать мне здоровье. Я хочу гулять с друзьями, читать книжки, кататься на велосипеде. Я, в конце концов, все еще молодой. У меня есть хобби. Я люблю собирать солдатиков. У меня есть целая армия солдатиков. Я их крашу, клею. И у нас есть что-то типа клуба настольных игр. И мы там играем. Но это очень круто. Мне очень нравится. Ну, и я отношу себя к людям рукастым. Я люблю работать с деревом. Я умею работать с пластиком. Я умею работать с глиной, с эпоксидкой. И мне нравится делать всякие штуки. Я пробовал зарабатывать на этом деньги. Надоедает примерно через неделю. Такие вещи нужно любить. Так же, как волосы. Невозможно быть хорошим парикмахером и не любить свою работу. Я в это не верю. Мой девиз – это понимание важнее знаний. Понимание процесса намного важнее, чем знание процесса. Это отражается в любой профессии. Но понимание процесса позволяет тебе проникнуть в этот процесс. И это вот тот уровень, когда, понимая правила, ты можешь сделать с ними вообще все, что хочешь. Абсолютно. Вот я понимаю, как строить кара. Я понимаю, как форма опирается на костную структуру. Как волосы будут двигаться, если я их туда положу. Как форма будет отрастать. Я могу предсказать движение формы. И это раскрывает потенциал того, что я делаю. Это придает тому, что я делаю, смысл. Уровень твоего мастерства характеризуется качеством твоей последней стрижки. Это неизбежно напоминает тебе о том, что каждый раз ты должен стараться. Субтитры создавал DimaTorzok